здравствуйте друзья сегодня 3 июня 23 года красота не жарко а не жарко потому что еще 6 утра нет поэтому и жарко хотя сейчас погода на кубани такая что и не поймешь то дожди идут сильные то нет но жары пока то на самом деле то и не было можно сказать что температура довольно комфортно и и так что мы сегодня начинаем с такого лисеночка лисичка то ли обыкновенная вроде как и желтенькая а может быть все таки лисичка бледная что тоже не исключено так здесь вот такие еще грибочки здесь один здесь так вот целый кустик букетик можно сказать вот они ох даже не представляете какие надежды на сегодня уж что лес нам подарит я не знаю вот такие вот склоны красиво хорошо давайте попробуем походим поищем посмотрим будем надеяться на удачу сейчас много попадается мухомора серо-розового одной из родной из разновидностей мухоморов которые вполне себе съедобные но беда в том что они практически стопроцентно поражены паразитами поэтому чтобы хоть что-то из них собирать нужно искать вот молоденькие грибочки это это будет далеко не факт смотрите ножка ножка пустая по моему ну как пустая поедено даже так между тем если грибочки попадаются чистые вот эти то хоть пожарить их да даже замариновать можно вполне себе хороший гриб бывало даже а так отламывал краешек и свежем виде и ничего не случится но при этом нужно помнить что мухомор пантерны ну как бы сказать в целом-то в целом-то неопытному грибнику может показаться таким же поэтому прежде чем собирать серо-розовых конечно нужно различие это узнать а кстати об этом рассказывал в одном из своих видео даже так и называется по моему как-то ну что-то там разные виды мухоморов кому будет интересно на канале поищите потому тут пробежались по одному из своих любимых мест видите результат то он какой и крупные езда и нормальные хорошенькие а потому что можно сказать что как в классическом фильме нашим добром старом а потому что все украдено до нас вот она и остается только лишь вот такие вот недосмотренные скажем грибочки поэтому поэтому похоже нужно собираться нам и отсюда куда-то переезжать хотя местечко конечно очень любимая нами ну что же делать поедем дальше проехали мы маленько и узнаете друзья едешь вдоль леса до по такой дороге как бы где грибники останавливаются машин уже но не сказать чтобы море когда как опята идут но машина реально много есть у меня товарищ денис тихая охота вот он мне сделал замечание а что же ты грабовики то не показываешь ведь это же грибочек которые средний скажем полосе то и не встречается я говорю ну так там же есть подберезовика которые все-таки по качественному говорить но только не мы все привыкли а грабовики так вот грабовик это такая можно сказать разновидность кавказская подберезовика но называется он грабовиком потому что растет в лесах преимущественно где такое дерево граб вот те крупные что я показал это конечно больше такие знаете суповые а вот если таких находить для мариновки милое дело такие грибочки чтобы шляпка вот эти ну чудо как пятирублевка например давайте их в том числе сегодня пособираем поищем грабовиков больших крупных попадается очень много но не знаете уже многие из них прям как сгнившие есть и сорванных брошенных много но мы то ищем молоденьких и кстати сейчас очень много в лесу вот такого гриба я уже несколько раз показывал даже в этом году было дело это млечник грабовы не сказать чтоб шибко качественный гриб для переработки но в принципе его солить можно на без грибе ну а мы продолжим собирать грабовиков и так ну что сказать например в отваре когда в суп делаешь очень ароматный гриб но при этом отвар получается но черный причерный а в принципе подосиновики то такие же по большому то счету вот поэтому мы что-то из них возьмем что на суп возьмем что на мариновку да в мариновке тоже конечно не смотрятся наверное не идеально такие такой черный получается маринад лишь бы вкусно было да в краснодарском крае берез ведь вообще можно сказать что нет ну разве что в декоративных целях всяких в парках там скверах ну и в предгорьях я так думаю что есть поэтому у нас под березовиков можно сказать что и не вводится все какие-то как бы разновидности но вот это похоже что под березовик твердоватый эти у него очень похож на подосиновики привычные шляпка такая серенькая нас бывает их называют сероголовиками неожиданная для меня находка как бы чуть раньше я думал там с полмесяца назад что могли бы попадаться вроде сейчас по моему даже не припоминаю чтобы кто-то показывал такие находочки ну вот он растет вот такой вот замечательный грибочек такие грабовики уж точно не нужны загваляется этот большой старый уже взрослые грибы а вот такой такой это классно но смотрите совсем рядом здесь только-только я порадовался первому под березовику твердоватому и тут же находится еще один только уже гораздо крупнее вон какой красавец замечательно ну лес спасибо прям душа начинает петь не хочется еще искать и искать ходить и ходить увидев вот этот грибочек я сейчас в растерянности начал крутить головой откуда он здесь взялся то это же масленок масленок зернистый но метрах наверно в 8 обнаружилась сосенка и тогда вопросы снялись так но вот этого малыша брать не будем и вон еще один еще выше вот он три грибочка этих крохотулик мы оставим сегодня уже упоминал о мухоморе пантерном и вот смотрите он реально нашелся вот молоденький грибочек сгнивший но это тоже староватый такой гриб кто-то рассказывает что он не ядовитый что там микро дозинг и все такое прочее друзья многие за ним охотятся ради того чтобы сделать настойки и мази которые реально реально это на себе уже испытал помогают ну при болях например в мышцах при каких-то воспалениях когда говорят что с суставами но вот это я не знаю насчет суставов сам не пробовал даже не знаю если бы они попадались бы сегодня чаще конечно стоило бы пособирать и сделать настойку только лишь для наружного применения это мне кажется очень важно а то по-разному могут люди воспринимать так ну вообще все равно конечно найти мне например приятно что нашлись и сейчас стоит подумать что с ними сделать надо брать или не надо по веками дело мал по малу идет дно то уж точно закрыли даже нам от пару раз показал вам под березовика твердоватого сначала малыш был потом больше а смотрите а этот то тоже он и такой красавец вот это грибочек может быть они вылезли одновременно а пока мы ходим растут значит следующий который найдем должен быть уже вообще вот такой вот шучу конечно те кто смотрели мои прошлые мое прошлое видео помните наверное как я радовался впервые в сезоне найдя белые грибы но очень хотелось найти еще и впервые дубовика потому что люди-то находят вот смотрите сегодня удача улыбнулась наконец-то и похоже что это дубовик келе если гриб не червивый то это же просто будет замечательно ну ка червивые еще надо убрать еще вот вот так вот смотрите как быстро синеет на срезе это их отличительная особенность моментально прям на глазах нам вообще келе очень редко попадается не червивые так что находочки я рада шляпка да какая замечательная так но дубовиков видов много будем надеяться что еще что-нибудь найдется из них еще один дебютант этого сезона для меня очередная разновидность балетовых грибов даже может стать очередная разновидность абабков это абабок чернеющий лекцинум в принципе то лекцинумы все и подосики к ним относятся видите у него такая характерная желтоватая шляпка ножка потолще чем у обычных грабовиков если гриб не червивый то очень даже хорош но тут у него точечки такие смущают меня в шляпке возможно что она кажется не фонтанистым первые найденные маслята как бы заставили задуматься о том а почему бы не проверять и какие-то сосен кидают пускай даже отдельно стоящие и вот смотрите здесь на солнышке вот такие вот грибочки достаточно крупные 4 штучки может быть что-то из них и удастся выбрать для корзины и вот здесь еще здесь еще раз два и вот он 3 вот он грибочек да а ведь волна маслят пускай и не шикарная была наверное чуть ли не с месяц назад и вот вот опять пошли так что проверяйте свои заветные местечки повторю сегодня 3 июня и мы видим перед собой печеночницу обыкновенную ну его кто-то называет печеночный гриб кто называет тещин язык но ведь это очень рано очень рано для нее конечно отдельные то экземпляры бывают выскакивают не пойми как но вообще у нее сезон это на кубани если брать это август сентябрь месяц сам самые богатые на этот гриб отличный хороший гриб богатый витамином c удивленно и спасибо лесу не сказать что фантастическая такая грибалочка знаете но все равно какой-то этот азарт он вот отбивает память и забыла что нужно передать традиционный привет для одного из постоянных зрителей которые часто оставляют комментарии и вот под эти грабовики какие-то шикарные молоденькие какие-то покрупнее на что делать хочу передать привет светлане сильченко светлана проживает в крыму светлана большое вам спасибо за постоянное внимание за то что смотрите видео оставляете очень добрые позитивные комментарии хочу чтобы вы быстрее поправились чтобы здоровье позволяло ходить в лес и собирать грибочки получать от них удовольствие от этих находок но наверное наверное в первую очередь сейчас это здоровье с наделок прячется на красавчик солнышке ну а мы продолжим поиски дубовик келе я вам сегодня показала вот смотрите находка следующего вида дубовик оливково буры ухту отсюда я видел три грибочка оказывается их здесь пять но самый шикарный да конечно знаете какой бочоночек вообще так да тут их больше что я сказал пять вот они смотрите раз два три малыш вообще вот он следующий еще один и вон давайте вот этот бочонок достанем выкрутили прикрыли вон еще один грибочек и вот как раз сравнение вида да дубовик келе и оливково буры красавец вот эти оливково бурые скорее всего что именно про них идет речь что лучше не употреблять с алкоголем вместе или вот там скажем несколько дней разница что может быть совместная реакция будет не очень самые удачливые грибники это прежде всего тихушники которые никому ничего не расскажут ну я такой простоватый парень смотрите вот это то мы конечно заберем но знаете вот он лезет раз два три четыре пять здесь еще он 6 так что друзья у кого есть возможность выбираться в лес наверно надо ехать и конечно же полных корзин вам на этой неделе мне уже прислали фотографии своих находок мухомор цезарев или царский гриб не буду говорить откуда это это прислали за краснодарского края но без уточнения и вот я уже иду и думаю ну неужели и мне повезло посмотрите подошел то поближе нет это не цезарь это поплавочек хотя тоже ведь из яичка но у него такое оно как бы слабенькое вполне хороший гриб но мы как-то никогда их не собирали тем не менее многие хвалят а цезаря прям очень хочется найти конечно но видимо сегодня не сложилось друзья ну вот можно подвести итог сегодняшнего грибного похода первая корзинка с лисичками это мы насобирали забыл сказать как обычно хотя по традиции вроде как обещался возле станицы калужской но печально сумка бы это маловато переехали мы горячему ключу здесь на собирали вот такую корзину грибов подавляющее большинство здесь это грабовики кавказские подберезовики как я говорю печеночница что показывал дубовики двух видов оливково бурые и дубовики ле маслят немного так подберезовик твердоватый сыроежки выбирали только самые чистые как можно чтобы они были темнее зеленоватых оттенков таких вот ну чтобы не чтобы не красные были а бабок чернеющие мухомор серо-розовый несколько штучек только нашли выбрать которые можно было и белые один был здоровый но при этом удивительно что он чистый но буду в таком положении раскорячился что еле извлекли я не снимал его и наоборот вот такого вот антипода совсем совсем маленького в общем то я считаю что я сегодня получил огромное удовольствие и погребницкий скажем так я счастлив вам всем друзья полных корзин счастья здоровья и до новых встреч